Карина, добрый день! По поводу сеткомёта. У сеткомёта есть ряд неудобств и технических ограничений. Неудобства, во-первых, в громком выстреле. Вы спросили, где я брал патроны. Я нашёл патроны у людей, которые сохранили их ещё с советских времён. Это строительные патроны МП-1. Они рабочие, осечек до сих пор не было ни одной. То есть, в принципе, я бы мог с вами даже поделиться этими патронами и как бы знаю ещё, где их купить. А, ну это в пределах Приднестровья провозить их. Да, провозить не проблема, потому что я сделал бумагу в МВД о том, что это никак не боеприпасы, что это строительные патроны, то есть без проблем. Но, во-первых, громкий выстрел. То есть, когда вы стреляете из трубки, вы не попали по собаке, не сделали ей больно, да, просто рядом с ней что-то такое просвистело. Она чуть испугалась, но не сильно. Здесь же, если вы бабахнете, то во всей округе все собаки переполошатся и разбегутся. Поэтому, как бы, нельзя промахиваться. Это первое. Второе. Нужно уметь собирать сеть, потому что, если чуть неправильно где-то собрать, она вылетит спутанная, не накроет собаку. Следующее. Когда, значит, у сети есть ряд, не знаю, как это точнее выразить, но просто объясню долго. Если у сети крупная ячейка, то у нее хороший вес и хорошие размеры. То есть, она накрывает собаку. Но из-за крупной ячейки собака продевает ноги через эти ячейки глубоко и может с этой сетью как сплощен на спине бежать сколь угодно долго и сколь угодно далеко. То есть, она фактически с этой сетью просто убежит, если удачно войдут лапы в ячейки. А если уйдут неудачно, то через несколько метров она как-нибудь заставит эту сеть все-таки лечь на себе удобнее и побежит. Это первое. Второе. Такой сетью можно ловить только средних, не сильных собак. Если собака крупная или если она средняя, но сильная, мощная, достаточно в теле, молодая, она эту сеть рвет. Толще ее делать не получится, потому что она либо не влезет в сети приемник, либо будет слишком тяжелая для того, чтобы ей стрелять. Я сделал экспериментальную сеть более тонкую, из более тонкой нити и более мелкой ячейки специально для котов. Потому что убедился, что крупных собак практически ловить не получается. Крупные собаки рвут эту сеть. Удавалось ловить средних и мелких, но не слишком сильных и энергичных. Сильно однажды бежала с сетью с концами. Мне пришлось заново делать и грузки, и все. Если сети у меня были где-то несколько штук, то грузки к сетям только в одном количестве. Там несколько, по-моему, запасных дается. И вот собака все 16 унесла. Я заказывал из гвоздей, напиливал, делал новые. Вот. Это уже два нюанса, два недостатка. Ну, фактически все. Это самое главное. То есть громкость выстрела. Недалеко стреляет. Нельзя стрелять на максимальное расстояние, потому что пока сеть будет лететь, собака может, наверное, отреагировать, отскочить. У сети все-таки есть время пролета. То есть желательно стрелять практически в упор метров с трех, максимум с четырех. Потом, если собака будет бежать и зацепится за что-то, не просто запутается, да, а вот прям зацепится сетью за что-то. Если собака достаточно сильная и волевая, то эту зацепенность сети она использует как точку опоры. То есть у нее будет возможность на ней как следует дергаться, рвать и выскакивать из нее. Когда она путает ей ноги, это хорошо. А если цепь зацепилась за столб или за куст, и у собаки появилась возможность разгоняться и дергать, и выскакивать из нее, то она, скорее всего, из нее таки выскочит. Ага, еще нюанс. Площадь, на которой находится собака перед выстрелом, должна быть в идеальном случае земля без травы или хорошо выкошенная трава. Если есть какие-то кустики, то сеть на эти кустики ляжет, и останется у собаки, возможно, окно, через которое можно выйти. На скамейку может лечь рядом, на какую-то на урну, то есть на что-то рядом, на какой-то высокий бурьян. Она же не тяжелая, эта сеть. Она ляжет, и до собаки не доедет. Асфальт не очень хорош тем, что грузки по асфальту прыгают. Поэтому, если собака ляжет на асфальт или кошка, то грузки могут перебросить сеть. У меня даже есть съемка. Я снимаю вдоль асфальта, и сеть сантиметров, наверное, на 20 подскакивает. Вот когда грузки ударяются в асфальт и потом отлетают, то они чуть и сеть приподнимают, где-то сантиметров 20. То есть она может перелететь кошку или лежащую собаку. Вот такие нюансы, и они делают это приспособление довольно рискованным. Я его использовал в основном там, где собака после укола убегалась и пряталась. И поэтому выстрел ее как бы... Это как бы сачок на очень длинной ручке получался. Но после накрытия нужно было бежать и надеяться, что не выскочит. Во-первых, надеяться, что вылетит нормально сеть. Все-таки надо уметь заправлять. Это искусство целое. И тут нюансы нужно разные учитывать. И когда ты стреляешь, запросто может быть осечки. Не в смысле, что не выстрелит патрон, а в смысле, что сеть вылетит просто как кошелка, спутанная. Просто напугает собаку. Вот. И поэтому ее применение даже... Ну, когда ее применять? Применять на кого попало, кого можно иначе взять, как бы неинтересно. А при ответственном отлове, когда очень важно поймать, тоже рискованно. Можно подумать о других тихих средствах. Более надежных. Потому что здесь как парашют. Понимаете? Раскроется, не раскроется. Зацепится за что-то, не зацепится. Порвет, не порвет. Очень много нюансов. И, конечно, потом все равно нужно бежать ее накрывать с очком. Потому что она попав в сеть, тоже имеет возможность, поскольку ячейка крупная, иметь возможность раскусывать. С котами я хотел попробовать, но руки не дошли. Пока не дошли. И, возможно, по тем же причинам. Надежнее бывает все-таки выстрелить кота иголкой, тем же летающим шприцом. И потом пойти его в подвал. Найти, куда он убежал. Если заранее договориться о ключах из подвала. Чем вот так вот рисковать, бабахать на весь двор, знаете, это еще и привлекает внимание. Это выстрел. Самый настоящий выстрел, как из автомата Калашникова. Одиночный выстрел. Вот. Я бы вам даже, может быть, и предложил попытаться ею воспользоваться, чтобы убедиться, насколько она целесообразна. Причем она стоит хорошо. Я ее сам не делал. Это очень серьезное изделие. Я ее покупал в России. Оно стоило порядка четырех с лишним тысяч. Ну, рублей, а в леях это будет тысяч пять. Вот примерно пять тысяч леев оно стоило. Но вот ряд этих недоработок, то есть сеть, с одной стороны хрупкая, с другой стороны слишком крупная ячейка. И другую сеть не поставишь, потому что либо не влезет в сети приемник, либо не хватит силы этого патрона нормально эту сеть выплюнуть. То есть это техническое устройство требует еще доработок и имеет ряд серьезных недостатков, которые откладывают его на самый последний какой-то вариант. Поэтому я не уверен таким образом, что вам нужно пытаться ее приобретать. Возможно, лучше использовать седолин гель в комбинации с летающим шприцом. То есть если собака дикая, то сначала она седает, ей подкладывается в корм какое-то лакомство гель, она притормаживает в течение часа, и за это время появляется возможность подкрасться ее и уколоть летающим шприцом. Вот это неплохая комбинация. Или петля ставится, если два мужчины отловщика, то можно ловить с помощью силков. Дырка в заборе ставится там петля, если какая-то территория, и там собачья тропа, и собака регулярно через эту сеть дырку пробегает, то не однажды вот именно так и ловили собак с помощью силков. Вот.